Салют А где Елена Ивановна? Я Елена Ивановна. Да нет, мне заведующая библиотекой. Я заведующая библиотекой. Ого, как растут люди, а. Такая молоденькая уже заведующая. Вы хотите записаться в библиотеку? Да. А почему бы и нет? Хочу повысить свой идейный культурный уровень. Вы мне поможете? Помогу. Спасибо. Фамилия? Лобанов. Имя отчества? Василий Федорович. Возраст? 25 лет. Под судом и следствием не состоял. Морально устойчив. Ну того устойчив, что даже хочется, чтобы кто-нибудь тебя покатинул. Адрес? Краснозаводское отделение. Кстати, это в пяти километрах от вас. Ну, а тебя как зовут-то? Атька. Атька. Это что, Катька, что ли? Катька. А, а теперь понятно. Ох ты, ох ты. А где кто? А где Катька? Вот она. А бабка где? Катя. Ну вот с тобой легче договориться, чем с твоей мамкой. Дети, они как собаки. Хорошего человека. Сразу чуют. А вот твоей мамке, видимо, чуть яд не грамма. Слушай, а может у нее зубов не хватает? Ну зубы-то тут при чем? А при том, ну чего ты сидишь как на поминках. Хоть бы разок улыбнулась. Выходит одно из двух. Либо у тебя зубов не хватает, либо ты еще не знаешь, что перед тобой стоит твой самый лучший читатель, которым ты будешь гордиться всю оставшуюся жизнь. Ну это мы еще посмотрим. А вот смотри. Все у тебя берут книги, а я тебе их привез. Вот сколько? А накладная? Ну и характер, а. Вместо благодарности, оскорблений, недоверием. Поэтому от тебя муж-то сбежал. Катя, не упади. Лена Ивановна, до свидания. До свидания. Не упадет. Есть тут живая душа? Салют. Вот зашел посмотреть как вы тут. Тише, пожалуйста, тише. А че? Дочка спит. Катька? Э, там? Пойду посмотрю. Куда вы не надо? Я тихонечко. Тихонечко. Ну ты и придумала. Мамаш называется. Ну а что, дома оставлять? Там у бабки за стеной крысы бегают. Так и пищат. А в ясле что не отдашь? Да не остается она в яслях, ни за что. Я прям не знаю, что с ней делать. Тогда и я знаю, что. До свидания. До свидания. Во! Здрасте. Здрасте. Во! Гляди, какую штуковину я раздобыл. То, что надо. А я тебя просила. А я не для тебя, а для Катьки. Правда, Катька? Катя. О, вижу, знала. Больная, ты гордая. Гордость, конечно, это хорошо, а глупость. Ну сколько можно ребенку на полке спать? Мама, я не боюсь. Ты не понимаешь, что можешь изуродовать свою Катьку? Почему? Да, ничего ты в этом деле не понимаешь. Нельзя, чтобы у человека над самой головой что-нибудь висело. Вот потолок, почему над самой головой не делают? Потому что он давит. Он хоть не дотрагивается, а давит. Ты видела, какие грибы вырастают, когда они под сучком оказываются? Во! Хочешь, чтобы Катька у тебя такая выросла? Эй, говори с тобой, что гвозди в воду бить. Ну ладно, хочешь, не хочешь, а манеж я обратно не понесу. Поступай, как знаешь. Хочешь показать, какой ты добренький? Все равно из этого ничего не выйдет. А я не добренький. Я нормальный. Кому добрый, а кому и злой. А если ты вообразил, что я на тебя глаз положил, то ты ошибаешься. Я во каких баб люблю. А ты для меня сморчок, недомерок. А ты где находишься? Вот так. Ай, Кур. Ай, Кур, вот она. Ну что, простите. Ну что ты проиграл? Ну пожалуйста. Ну что вам от меня нужно? А ты сама не знаешь. Вам не сложно. Пустите, говорю. Ну пожалуйста. Колька. Скотина. Чего тебе? Тебя там шифер разгружать ждут. А ты тут при чем? Тебе-то что надо? А мне надо, чтобы ты оставил человека в покое. И не только сегодня, но и навсегда. Чего-чего? А что слышал? А копыт, а? Ты видел? Ух ты. Ну, падла, теперь смотри. Ты мой заяц, я твой охотник. Гуляй, гуляй, охотник. Только сюда больше не появляйся. Я тебя изловлю. Я тебя... Еще покритаемся. И чего ты с ним шепотом-то? Я боялась, что Катя испугается. Спит хоть бы что. Колька час туда приползал. Больше не будет. А в случае чего ты мне скажи. Да? Значит, теперь ты приходить будешь. Я тебя хоть пальцем тронул. Ну, скажи, тронул? Знаешь, Вася. Я ведь иногда тебя боюсь. Тебе-то чего мне опасаться? Я на тебя даже дохнуть боюсь. А вот другие прочие пусть поберегутся. Вась, но ведь есть на свете вещи, где сила вовсе ни к чему. Что-то другое нужно. Знаю, знаю. Темный, читал мало. А ты научи. Вот сколько не велишь книг, все прочту. Только что толку? Ну, как это, что толку? А так. Гитлер, между прочим, тоже книжки читал. И что получилось? Так можно договориться, что книги вообще не нужны. Я этого не говорил. Только книжки это не все. Муж вот твой. Тоже побольше меня читал. А что из этого вышло? Не знаю. Я, Вась, не знаю, что вышло. Разъехались мы. А он пишет, что скучает. И по мне, и по Кате. Видишь, какая странная вещь получается. Вот я чувствую. Ну, был бы Саша чуть-чуть посильнее, посамостоятельнее. Мне бы легче было с ним порвать. А так... Не знаю.